Саша, привет тебе. Я рад тебя видеть, мой школьный друг. Сколько лет, это вообще фантастика. Ты сейчас где находишься? Я сейчас нахожусь. Да, добрый вечер, Хасай. Огромное спасибо, что я тут оказался. Да, ожидал, а с другой стороны, как бы неожиданно, немножко врасплох. Все время ждал, ждал, и вдруг, всегда врасплох. Я сейчас нахожусь в городе Комо, Италия. Мы сейчас перебираемся в Улгана. Как погода в Италии? 30 градусов, жара. Нормально, вчера были на озере. Хорошо. Сейчас я в Комо нахожусь этот год, а вообще я всю жизнь прожил в Улгана, и мы скоро вернемся в Улган. Вот в сентябре уже. В сентябре будем там. Понятно. Ты знаешь, ты ко мне обратился с вопросом. Да. Этот вопрос для меня весьма неожиданный, потому что я в этом не разбираюсь. Ну, ты в этом разбираешься. И поэтому мы сейчас сделаем видео, ты расскажешь свое предложение. Да. Ну, пока я тебе хочу сказать, видишь, картина? Моему другу Марку нарисовал в подарок. Да, я видел уже об этом сообщение, да, что Марка, картина, да. Я рисую приятельницей моей, Ирине Петровне, подарок рисую. Ирине Петровне? Какой Ирине Петровне? Ты ее не знаешь. Может, знаю. Какую? Из Махачкалы, нет? Нет, нет, в том-то и дело. Если была из Махачкалы, то я бы тебе расскажу. Ну, я просто тебе рассказываю. Я сейчас рисую Ирине Петровне и тебе нарисую тоже в подарок. А так, в принципе, я сейчас ищу такого миллиардера, который бы купил у меня несколько картин. Ну, не этих, конечно, это подарки, а несколько картин, которые я готов отдать, чтобы поднять на уровень нашу школу человек будущего. Чтобы всем помочь выходить из тупикового состояния, в котором нас загнала сегодня интернетовская система. Вроде бы мы все вместе там, в интернете, а на самом деле платформы заняты какими-то управленцами, управляющими людьми, которые нам дозированно дают информацию и этим самым управляют нами. А мне хочется, чтобы каждый думал своей головой, занимался творчеством, сохранял свою человечность. Почему я тебя люблю? Потому что ты нормальный человек, как и я тоже. Я считаю, ты нормальный. И лучший человек, который я знаю. Творческий. Никому другим в обиду, но Хасая я знаю всю свою жизнь. Это лучший мой человек, который мне очень много чудал. У нас много хороших людей, очень много. Не только из Вахачковой. Хотя, Дагестан, кузница междунациональных отношений. Там одних коренных национальностей огромное количество. Богатейшие. Планета должна учиться вот этим межнациональным отношениям, как мы дружили все. Как мы дружили разные национальности, дружили. Ну, все прекрасно. А теперь всех раздробили. Да. А нам надо опять дружить всем. Особенно те, которые учились даже в школе номер два. Давай, Саша, свое предложение. Хотя я в этих делах не разбираюсь. Ну, пусть люди послушают. Ты такой интересный человек, и поэтому очень интересно тебя послушать. Ну, вообще, самое главное – это разбираться в человеческих отношениях. А все остальное – это второстепенно. Абсолютно все. Все научные открытия, все изобретения, они ничего не стоят. Самое главное – человеческие отношения. А в человеческих отношениях ты профессионал. Но это даже не профессионал. Это твоя такая прородная черта. Это твое. Генетика, генетика. Трудно, это спорный вопрос, да. Ты считаешь, генетика… Никто не знает, что это такое. Я вообще математик, информатик, и я вообще… И тут тоже делю я на железо и на софт, на хардвор и софтвор, да? Генетика – это все-таки хардвор. Воспитание тоже, да, воспитание тоже. У меня дедушка был добрый, поэтому я тоже добрый такой. Хотя он имел орден Красного Трудового Знамени. Потому что он заварил бак нефтяной под страхом взрыва и спас целый там… ну-ну-ну-ну, такой дедушка был. А мама моя была педагога, она была деканом филологического факультета. А до этого она была директором Пушкинской библиотеки в Махачкане. А директор Пушкинской библиотеки, да? Ой, вот этого факта я не знаю. Так рядом с нашей школой была Пушкинская библиотека, а потом была директором. Директором я не знал. Да. Ну, я в принципе в Махачкале же как? Я прожил до 16-17 лет. 16-17 лет, да. Потом я уехал в Питер. Потом с Питера на краткое время вернулся в Махачкалу. Да. И потом опять уехал уже в Москву, да. Из Москвы я уехал уже потом, где только не был. В Италии жил, в Швейцарии жил. И недавно обнаружил, что большую часть своей жизни, оказывается, я прожил уже в Швейцарии, да. И многое, чего я не понимаю, что происходит там на бывшем постсоветском пространстве. Извиняюсь, что я так это так называю, да. Но многое я не понимаю, и это очень трудно, да. А к тебе я обратился с просьбой. Ну, я помню, что ты, я говорю, ты вообще существует такая формула. Через пять рукопожатия мы знаем безземной шар, да. А через три рукопожатия, да. Ну, ты знаешь всех. Тебя знают все, да. И я подумал, я вдруг подумал. Я не знаю, куда обратиться. Понимаешь, как получилось? Ну, давай немножко расскажу, да. Я это все-таки, ну, школу я закончил не золотой медалью, но у меня по математике и физике было отлично, да. Дальше. Я этот, закончил Ленинградский горный студ. Это тоже была математика. А потом я понял, что математика – это мое. Я на физтех поступил, закончил физтех, да. И тут совпало с этими компьютерами. И я начал всю жизнь, в принципе, высветил своим компьютером. Потом я отвлекся. Ну, потом у меня была и научная деятельность. Там я в ВЦ Академии наук пытался, кандидатская. А потом пришел Горбачев, и мы начали делать кооперативы. И я отвлекся. А потом опять вернулся. Занимался, как бы, бизнесом. И, ты знаешь, я всю жизнь свою ненавидел бухгалтерию. Ну, как бы, с высока к ней относился. Потому что, с точки зрения математики, это какая-то такая вещь, вроде логичная, но не логичная, путанная. Да, это, там чёрт голову сломит. И поэтому туда и не ссувался. Были свои бухгалтеры, которым я доверял. А потом так сложилось, что в семнадцатом году, вот буквально совсем недавно, да, в семнадцатом году, мы с приятелем, благодаря моему сыну, надо было, мы увидели, как бухгалтерию сделали ему в Швейцарии. В Швейцарии сделали очень плохо бухгалтерию. И мы решили разобраться, что такое. Увидели слабые места и решили сделать свою бухгалтерию, свою программу бухгалтерскую. Более того, когда мы начали её разрабатывать, когда мы разрабатывали, нам повезло, потому что в Швейцарии бухгалтеры стоят бешеные деньги, мы не могли нанять консультанта-бухгалтера, это очень хорошо. И мы начали, он математики, я математика, мы начали как бы с нуля строить бухгалтерию. И потом мы убедились, что мы, оказывается, построили абсолютную бухгалтерию новой концепции. А потом мы начали сравнивать уже с существующими бухгалтерскими программами. И обнаружили такую вещь. Первая вещь, которую я обнаружил, которая меня поразила. И она как бы очевидна, но о ней никто не знает. Да, я не знал, по крайней мере, всю свою жизнь. Бухгалтерия входит в пятёрку самых главных открытий человечества. Интересно. В 1494 году итальянец Лука Почоли, друг Леонардо да Винчи, наверное, тоже не случайно, он опубликовал трактат о репетических расчётах и двойной бухгалтерской проводки. И вот это считается годом рождения бухгалтерии. И действительно, именно с этого момента началось развитие торговли, строительства, потом индустрии. Это же мы все понимаем, это by default, что мы понимаем, что без бухгалтерии любое предприятие будет хаос. В любом государстве будет хаос. Что, в принципе, случилось в Советском Союзе, не было бухгалтерии. Наступает хаос. Невозможно. Бухгалтерия – это чисто математический инструмент. Чисто математический инструмент, который что? Который использует систему измерения вместо сантиметров, дюймов, килограммов, в качестве сантиметра использует деньги. Рубль, доллар, евро – неважно. Использует систему измерения. И с помощью вот этого измерителя, с помощью денег… Это что такое? Математическое понятие. Именно с помощью денег, вот этой величины, мы можем килограммы прибавлять километром, киловаттом. То есть делать математические операции. Мы конвертируем величину, потом делаем математические операции, опять реконвертируем. Это чисто математическое понятие. А бухгалтерия – это та, которая, используя какую-нибудь денежную единицу, любую – доллар, евро, иена, я не знаю, любую валюту. И она делает измерения в своей валюте. И она также соотносится к другим измерителям, к другим валютам. И вот бухгалтерия дает именно точное состояние активов на любой временной средств, дает тебе точное состояние твоих активов. Вот у тебя за спиной находятся активы. Эти активы можно по-разному оценивать. Ну, как-то оценив, ты можешь уже составить. Вот у тебя картина – это стоит 3 миллиона, это 2 миллиона. Даже пускай в твоем воображении. Шкаф, книги – это, это. И ты можешь составить состояние всех своих активов. Также ты можешь посчитать, какие у тебя затраты уходят и так далее. У тебя долги есть кому-то одному, другому, третьему. У нас у всех долги. Счет за электричество пришел – это уже долг. Счет неоплаченный счет – это уже долг. За телефонные переговоры пришел – это уже долг. То есть у нас есть долги. И у нас есть доходы. Доходы, когда мы получаем, что-то реализуем, у нас проходят деньги. Так вот, бухгалтерия помогает, тебе дает возможность иметь точную картину. Но проблема состоится в том, что, представляешь, весь мир сидит на фиктивной бухгалтерии. Вот мы пришли. Это второе открытие, которое мы пришли. То есть весь мир использует одну и ту же бухгалтерскую концепцию. Он очень точно, везде считаются расходы, движение активов. Да, ну, абсолютно неправильно считается выручка, реализация. Там совершена такая концептуальная математическая ошибка. Именно математическая ошибка. Концептуальная математическая логическая ошибка. Из-за нее неправильно начисляются налоги. Из-за нее фирмы обязаны платить эти налоги неправильным способом. А налоговая, опираясь на эту ошибку, преследует эти компании. Ой, ты почему не заплатил? Ты должен заплатить. А фирмы интуитивно понимают, что я не должен платить. Как? Я еще ничего не продал. Мне еще деньги не поступили, а я уже должен платить налоги. И бизнес пытается скрыть это. Да, а налоговая пытается это скрытое вскрыть. И это происходит во всем мире. А это происходит именно потому, что там заложена вообще колоссальнейшая концептуальная ошибка. Из-за этого налоговые, раздутые налоговые органы, которые либо преследуют, а в Швейцарии не преследуют. Швейцарии помогают бизнесу, помогают бизнесу. Но ты знаешь, когда я вот эту ошибку, когда мы с приятелем, я ее нашел. Потом звоню своему партнеру, Саше Степановичу. Да, вообще гениальный программист. Мы с ним работаем с 99-го года. Я ему показываю, он говорит, ой, здорово, да. И говорю, Саша, ты понимаешь, что у нас в руках? Ну, это формула расщепления урана, по сути, да. Что мы нашли эту ошибку, и мы обнаружили, что весь мир неправильно считает. И вообще искаженная идет картина. Неправильно считаются налоги, да. Ты знаешь, я потом... Это первая, конечно, реакция. Потом я ее начал рассказывать математикам. Все математики принимали это на ура, да. Потом я начал рассказывать бухгалтеры. Бухгалтеры начали... У них взрыв мозгов, потому что они привыкли к этой стезе, как бы накатанной, да, и они это не принимали. А потом бухгалтеры высшей категории, аудиторы и так далее, они... Знаешь, один старый бухгалтер, вот я ему рассказывал, у него бухгалтерская компания, 30 лет он ее ведет. Я ему начал рассказывать и немножко начал засыпать. Вот сейчас, может быть, ты засыпаешь уже. Это, извиняюсь. Или слушатели, которые слушают, могут засыпать, да. А потом, когда я ему рассказал эту ошибку, он нашкочил, он начал по комнате бегать и кричать. Говорит, слушай, все налоговые инструкции надо выбросить в мусорную корзину. Говорит, как это только будет. А все налоговые законы должны быть поменены, потому что налоговый кодекс противоречит гражданскому кодексу, который является высшей. И, ты знаешь, ну как бы трудно себе представить, что в какой-то либо стране кто-то идет и судится против налогового кодекса, доказывая, что он... В принципе, это очень легко это сделать. А Швейцария, она имеет такие прецеденты, там очень много судебных таких прецедентов, что вот такой сморчок, муравейка, выигрывал у слона, да. Потому что идет первенство закона. Идет первенство закона, а второе идет первенство гражданского кодекса над всеми остальными. Ну, я там конституционный суд не беру, там и так далее. Гражданский кодекс считается основным. И вот, в принципе, мы сделали вот это открытие, да, но столкнулись с двумя такими препятствиями. Первое препятствие другому бухгалтеру тоже, Швейцарскому, рассказал. Он за голову схватился, говорит, «Да вы что, вы хотите поломать все производственные процессы? У нас законы вот так выстроены на этом, это...» А я ему говорю в ответ, «Слушайте, в Освенциме тоже сжигали на основании законов, но это не значит, что их не надо было менять. Законы должны быть неправильные, отменены, а введены новые законы. Ну, как бы ситуация ясна, когда специалистам ты рассказываешь, они говорят, да, логически все говорят, «Ну да, твоя бухгалтерия правильная, ваша бухгалтерия правильная, но мы не можем поверить то, что та, та, которая сейчас всеми используется во всех странах мира, во всех бухгалтерских программах зашита, что та неправильная мы не можем...» Неужели они считают по неправильной бухгалтерии? А так оно и происходит. И как вот это сломить, я не знаю, да. У меня вот, ну, я там надеялся, у меня сейчас в команде и академики есть, и профессора есть, но я надеялся, что они тоже вот возьмутся за это. Ну, они не являются единомышленниками, они не верят, что мы сможем в суде это доказать. С одной стороны, юристы уверены, с другой стороны, вот как бы вместе. А вот соединить это, вот, я не знаю. И я к тебе обратился, что я к тебе обратился? Ну, в надежде, вот ты знаешь очень много людей, да, и тебя многие смотрят. Может быть, кто-то увидит наше вот это видео, и ему будет интересно. Математики, да, вот именно математики, да. Понимаете, математики, вот если кто-то слушает, да, я вот как всю жизнь, да, брезгал этой темой, потому что она казалась... Ну, арифметика обыкновенная, да, но на этой арифметике базируется абсолютно все. Да, вот смотрите, в школе изучают тригонометрию, там, да, синусы, косинусы, теремы, пифагора. Никто ее всю жизнь не использует, да. А деньгами пользуются абсолютно все, начиная с 12-летнего возраста, а бухгалтерией никто не пользуется. Из-за этого скандалы, конфликты, бизнес там рушится, там, государство рушится и так далее. Потому что бухгалтерия, а, не ведется, и, б, она ведется неправильно. Если она ведется, то ведется неправильно. На уровне макро, на уровне макро, больших корпораций, да, на уровне государства, да, это бухгалтерия семьи, бухгалтерия маленького предприятия, бухгалтерия города, страны, большой корпорации, они одинаковые, одинаковые абсолютно на принципе идут, да, только вот в объемах. И чем бухгалтерия для крупной корпорации отличается для мелкой? Потому что в крупной корпорации вот эту ошибку Как бы пытаются обойти всякими юридическими законами, юридическими поправками, которые пытаются, костылями программирование называется, обойти эту ошибку. А ее можно, в принципе, просто от нее отказаться. А почему это произошло? Все, я завершаю. Это становится очевидным буквально через час. Мы визуализировали бухгалтерию, мы на картинках, когда ты визуализируешь, на картинках показываешь, и сразу становится все ясно, прозрачно. Мы, кстати, все, кто видели, говорили, я первый раз вижу визуализацию бухгалтерии. Это первая реакция. А когда ты вот за визуализированную бухгалтерию показываешь все вот эти процессы, ты сразу видишь вот эту ошибку. Только благодаря визуализации. То есть, правильно, что произойдет? Да. Ну, как происходит, ты видишь, это вот как игра в шашки, да, ты знаешь, куда надо фигуру поставить. Я понял, я понял. Я хочу задать центральный вопрос. Если, допустим, к примеру, исправили эту ошибку, что произойдет тогда? Произойдет. Значит, первое, отпадет необходимость двойной бухгалтерии. Сейчас практически все, кто может себе это позволить, да, то есть или никто бухгалтерию не ведет, или ведут бухгалтерию чисто, чтобы вот налоги заплатить, да. Либо, если уже компания может себе позволить, она ведет себе уже двойную бухгалтерию. То есть, уже сложные процессы, где у тебя несколько банковских счетов, несколько кредиторов, если у тебя есть, ну, десятки операций там различных, то уже без бухгалтерии не обойдешься, иначе будет хаос. То есть, ты хочешь сказать, Саша, что вот это существующее положение вещей надо изменить, чтобы люди честнее работали, да? Они не смогут нечестно работать, понимаешь? Дело в том, что бухгалтерия, ну, понимаешь, ты же, вот ты дом строишь, да? Ты используешь сантиметр, да, у тебя чертежи, и ты в сантиметрах все делаешь. Ты же не сможешь одну стену мерить в сантиметрах, другую в дюймах, да, это искаженная резинка, ты не сможешь мерить и так далее. Да, так и здесь, здесь существует еще, существует три бухгалтерии, по сути, в Швейцарии, в Италии, вообще даже это не преследуется. Первая бухгалтерия для налогов, лишь бы сосчитать налоги, она очень грубая, она неправильная. Вторая бухгалтерия для акционеров, чтобы показать, как красиво там все это делается. И третья бухгалтерия для менеджмента, более-менее приближенная к действительности, да, чтобы менеджмент понимал. У меня вопрос. Подожди, я сейчас закончу, отвечу на предыдущий вопрос. А с этой бухгалтерией тебе не надо вести три бухгалтерии, ты будешь вести только одну бухгалтерию. И в ней будешь заинтересован вести правильную бухгалтерию. И ты знаешь, что с ней ты не будешь платить неправильномочные налоги. Я понял эту часть, и я хочу понять другую часть. Если в Швейцарии ты говоришь, что мушка может подать в суд на слона и выиграть, то мешают, как ты сказал, только то, что академики, экономисты, которые с тобой дружат, просто не уверены в том, что это получится. На самом деле они понимают, что ты прав, но не хотят с этим связываться, потому как не верят, что в Швейцарии, где ты говоришь, с одной стороны, можно выиграть в суде и что-то поменять в жизни, а при этом ты говоришь, что в чем проблема. Если эти академики с тобой соглашаются и просто не уверены в чем, в чем там затык? Смотри, этот затык, ответ очень банален. Ты знаешь, в Швейцарии один раз я на одной лекции сказал, я для своего сына помогаю делать бизнес бесплатно. На меня беззал повернулся и сказали, ты что, как это бесплатно? Бесплатно не бывает, ты нарушаешь закон. Я должен своему сыну, оказывая услуги, должен выставлять ему счет, он мне его должен оплатить, и я с него должен оплатить налоги. А если я делаю бесплатную работу, я ухожу от налогов. Это и ментально, тут каждый вырастает, ментально каждая работа должна оплачиваться. То есть я хочу сказать, если я бесплатно помогаю у себя в России на бесплатных лекбезах, к примеру, оказываю помощь и так далее, то меня могут и в счет привлечь, да? Да, в Швейцарии. Если бы я был в Швейцарии, то привлекли бы. Бесплатные работы делать нельзя. Даже церковь, пасторы, везде все бухгалтеризируется. Везде каждый человек стоит 20 франков, 40 франков, 100 франков, 300 франков в час. И ты должен выставлять счета. Тебе могут эти деньги оплатить, и ты можешь их вернуть, но ты с этих денег должен заплатить налоги. Желаю, я тебе картину рисую в подарок. Молодец. Очень интересный ты вечер. Нет, вот весь западный мир такой, да. Каждая минута должна оплачиваться, должна учитываться, да. И с каждой заработанной копейки... Нет, но подарки-то можно делать? Нет, все можно, извиняюсь, да. В Швейцарии и взятки можно делать, да. И ты должен в бухгалтерии, есть такая стропа, представительские расходы. Пожалуйста, да. Ты поехал в другую страну, кому-то там сделал взятку, и тебе это преследовать не нужно. А вот я тебе картину в подарок пришлю. Как быть в этой ситуации по швейцарским законам? Ну ты же не швейцарский налогоплательщик, поэтому ты можешь это делать, да. Но ты же в Швейцарии живешь. Да, ну и что? Я имею в виду, я эту картину... Кстати, об этом никогда не сдулся, мне никто подарков не делал, я должен ее задекларировать и заплатить с нее налоги. Да, понятно. Я получил же актив, я получил актив, а твоя картина – это бешеные деньги, по стоимости оценщика я должен заплатить налоги, потому что я получил актив, да. Так вот, возвращаясь к этому вопросу, чтобы идти в суд, да, мне надо занять адвокат. Адвокат стоит в Цюрихе 500 франков в час, да, и академики, надо всем оплачивать, и там считается, что минимальный судебный процесс, он обойдется в 300 тысяч франков, да. Хорошо, давай продадим несколько моих картинок, а оттуда доход, который будет, ну, продадим их по 300 тысяч евро, допустим, несколько картинок. А оттуда заплатишь своим... Нет, извини, я эгоист, да, я же думаю, а что я с этого буду иметь? Да, ну, хорошо, я выиграю суд. А, ура, я выиграл суд, да, и что это? Ты в газетах напишешь, что я выиграл суд, и все, и больше ничего этого не будет. Не, ну, ты переделаешь систему. Так, нет, вот у нас это и есть такая программа. Мы строим сеть швейцарских предприятий по всей Швейцарии, чтобы были готовы принять большое количество услуг. Потом, следующим этапом, только следующим этапом, мы идем в суд, выиграем процесс, и после этого мы стаемся монополистами услуг до этого. И то же самое мы делаем в каждой стране. Вот у нас вот такой план. То есть мы в суде выиграем процесс, и мы говорим, наше программное обеспечение готово как к старой бухгалтерии, так и к новой бухгалтерии. Суд разрешил платить налоги на базе расчетов нашей бухгалтерии. Ну, естественно, все клиенты будут наши после этого. Но что для этого нужно сделать? Конкретно? Ну, в первую очередь нужна команда единомышленников. Что тут надо делать? Ну, надо все-таки... Надо найти единомышленников, которые загорятся, которые заболеют. Вот я болею этим, я спать не могу. Я вот этим болею. Вот надо этим заболеть. Вот кто заболеет, а уже с ними искать конкретные алгоритмы совершения этой проблемы. Понятно, понятно. Значит, надо... Сколько у тебя академиков там, которые горят уже этим? Нет, они этим не горят. Они горят немножко другим. Они горят, чтобы у нас предприятия были ликвидными, то есть прибыльными, чтобы у нас бизнес шел правильно, как бы все больше заинтересованы, как бы на этом заработать. А я... Они мне об этом не говорили, но я так подозреваю, я думаю, ну, пусть там... Мы революцию не хотим делать. Что же, вот, неинтересно. У меня есть друзья-академики, я их попрошу, чтобы они обязательно посмотрели наше видео и сказали свое мнение тоже, потому что мне очень интересно. Я-то в этом не разбираюсь, о чем ты говоришь, а они разбираются. У меня есть, друзья, миллиардеры разные, ну, всевозможные, как ты говоришь. Теперь вот спросить у них, что они думают по этому поводу. Мне было бы очень интересно. Вообще было единомышленники, поговорить с ними. Ты знаешь, я вот делал эксперимент, я вот этой визуальной бухгалтерии за... У меня даже видео есть, да? За один час обучаю людей бухгалтерии, и они говорят... У меня письма там есть, да? Они говорят... Ссылочку сделаем и там под видео поставим. А, хорошо, я ссылочки эти добавлю. Это девочки были, да? Вот, которые... Я буквально недавно опять эксперимент провел, чтобы своим партнерам доказать, что за несколько дней любого человека берешь, извиняюсь, с улицы, да? Который без бухгалтерского образования. А если бухгалтерского образования, они все все равно ничего не знают, потому что там в университетах неправильно учат. И они говорят, блин, за эти два занятия я полностью поняла бухгалтерию. То есть, любой человек и в 12 лет... А вообще бухгалтерия или твою бухгалтерию? Нет, вообще бухгалтерию. И, понимая бухгалтерию, понимают эту ошибку. Знаешь? Интересно. Вообще, деньги – это язык внешней свободы. Но за деньги любовь не купишь. Истинное уважение не купишь. Искренние отношения не купишь за деньги. Это понятно. Есть внешняя свобода вот эта вот и внутренняя свобода. Я занимаюсь больше внутренней свободой и как раз таки понимаю механизмы. Есть люди, заточенные на первичность материальных ценностей, есть люди, заточенные на первичность духовных ценностей. И во всем мире происходят всякие такие противоречия именно потому, что ищут баланс между духовными и материальными ценностями. А власть ты к чему относишь? Каким ценностям? Духовным или материальным? Что еще раз? Власть. Власть. Власть? Да. Но те люди, которые во власти, у них совершенно другие закономерности отношений. Потому что даже если люди, вот как страна Совета... Но это ближе к материальным или к духовным? С твоей точки зрения. Сейчас, секундочку. Ты задаешь вопрос. Интеллектуальная деятельность людей, управленческая деятельность. Нет, смотри, вот это есть пирамиды масла, желание секс, еда, потом следующее накопительство, деньги, потом следующее есть это власть, это популярность, Михаил Звонецкий, извиняюсь, я вот, Высоцкий в первую очередь, да, вот они властвовали над умами людьми, или политики властвуют над людьми, неважно, артисты, политики там, Аль Пачино там, это власть там, да. Следующий уровень тоже это наука, интеллектуальная деятельность, открытие научное, Эйнштейн там, Никола Тесла и так далее. Это, это, это все, вот для меня это все, все это материально, да, включая, включая научное открытие, включая власть, включая деньги, включая там, секс, еду, жилье там и так далее. Все это материально, а духовно это немножко будет совсем, немножко совсем другое. Подожди, творческий процесс, творческий процесс, который снимает шаблоны мышления, страх перед новизной, эго свое снимает, о чем говорил Будда, видишь, там у меня картина медитация, медитация, вот, когда человек общается с вечностью, с безвремением, соединяется с этой вечностью, и потом, когда он конкретными вещами земными, материальными занимается, у него есть определенный стержень, канал, канал, и у него есть критерий, или, например, дети во сне летают, говорят, растут. Я летаю каждую ночь. Ну, я не сомневаюсь, это первый опыт внутренней свободы, полеты во сне, первый опыт внутренней свободы, который позволяет потом жизни отличать черное от белого, отличать добро от зла. Ты поэтому творческий человек, потому что ты летаешь, в этот момент у тебя снимаются все вот эти шаблоны, вот ты выходишь из вот этого узкого зрения, как это называется, из шор, из шор выходишь, и поэтому ты изобрел вот эту вот интеллектуальную, собственно, как сказать, интеллектуальную, да. Я сейчас дружусь с Академией интеллектуальных технологий, вот таких вот. Сам я академик по, ну, в общем, короче говоря, я много раз в разных академиях, академик технологических наук. Ну, вот вопрос заключается в том, что тот вопрос, который ты сейчас задал, я бы хотел, чтобы ты его еще раз повторил, чтобы еще раз все услышали, и я тебе постараюсь дать ответ. Что для управленцев, для лидеров мнений человеческих, это что, материальные ценности или духовные ценности? Ты так вопрос задал? Поправь меня, если я неправильно понял. да, ну, я тогда немножко я расширю, это, у меня вопрос был такой, да, вот деньги считают материальные, или там, допустим, желание первого уровня, еда, секс, тепло, комфорт, или власть, да, это, вот, я считаю тоже, вопрос, как ты считаешь, материальные, нет, я считаю материальные, и также наушники. Материальность, власть, допустим, она может, может, единицами измерения, как ты говоришь, измеряться. Да, да, материально. Материально или духовно. Вот, у меня был знакомый, Боконь, Боконь, знакомый был, когда мы, у меня был центр защиты от стресса, 25 лет на Таганке, в Москве, негосударственное образовательное учреждение, и там были пять крупнейших, ну, там, МЧС России, Минздрав России, Минобразование России, мои соучредители, которых я пригласил, и правительство Москвы, и правительство Москвы, и там был, когда я транслировал разные видео и прочее, Боконь такой был, который говорил, толерантность, например, толерантность, но толерантность, это что такое? Это то, что мы по сегодня называем там гуманизмом, отношение к национальностям, к религиозностям и прочее такое спокойное отношение, человеческое. А Боконь предложил мерить это все, и, например, он сказал, такое новшество ввел, давайте мы, говорит, будем мерить, сколько процентов толерантности в бутылке водки, например, я в шутку говорю, или в игре на гитаре, сколько там толерантности, процентов. Ну, как это понять вообще? Ну, как это понять? Вот ты говоришь, ты как творческий человек. Вот, например, я тебе скажу, есть древо познания добра и зла, но в Библии. И на самом деле древо познания, а не добра и зла. И речь идет о том, что человек с открытыми глазами сбирается на вершине, но труден путь, труден путь. Легче ему ничего не знать с закрытыми глазами и слушать то, и подчиняться тому, и то ли власти какой-то, просто не знать ни о чем, и просто делать то, что ему говорят. Как сегодня происходит, там сказали на какой-то большой платформе всем делать вот это. И все выстроились в ряд, и все автоматом это делают, потому что своей головой не соображают данный случай. Сложнейший вопрос. Ты спрашиваешь меня, это материальные ценности или духовные ценности? Например, управление. Управление. Но все же зависит. Человек мера вещей, сказано давно. Человек мера вещей. Поэтому давай мы с тобой определим, давай напишем всем. Друзья, пишите. Власть – это материальные ценности или духовные ценности? Ну как это может быть? Вот я знаю людей, которые заточены, для них первичные материальные ценности. У них прямо глаза горят, когда на чем-то можно заработать. Если на чем-то он не может заработать, он с тобой не общается. Он все время ищет, на чем заработать. Для него первичные материальные ценности. А есть духовные ценности. Вот в свое время, когда происходила перестройка в стране, опять ситуация попала в неопределенность. В этой точке бифуркации появились некие экстрасенсы, для которых духовные ценности были превыше всего. И они не без эксперимента, без ничего. Все время сообщали, что они могут телепатировать, что они могут влиять на человека какими-то волнами. И многие люди им поверили. Там духовные ценности. Вот люди верующие, для них духовные ценности. Вот смотри, Моисей сказал, когда пошел на гору Синай, ему Бог вручал скрижали. Он вернулся на землю, а люди его не дождались, и слепили золотого тельца, и ему молились. И Моисей их побил палкой. После этой религии, иудаизма, было через некоторое время христианство, где Христос говорил, не хлебом единым жив человек. И у него цена помощи человеку была уже меньше. Была меньше. Потом создалась ислам. Ислам. Где вообще цена помощи человеку? Ее нету, потому что в исламе предлагается сотрудничество и вместе двигаются. Ну, то есть, короче, мне кажется, что диалектика смены религии из тысячелетия в тысячелетие происходят по уменьшению цены помощи. Вот, например, человек будет тонуть, ты ему протягиваешь руку и говоришь, возьмись за нее, и тут же говоришь, как кредитование происходит. Но ты мне за это должен заплатить. А то тому легче утонуть, чем платить, потому что может быть такая ситуация, что у него денег нет. Поэтому произошла динамика религии. Ну, как мне кажется. Очень интересно, я задумался об этом, интересно, спасибо, подумаем, да, очень интересно. Но тут же очень важно одно и то же действие, но может быть разные намерения. Вот человек тонет, и я ему протягиваю руку. Ради чего я ему протягиваю руку? Для того, чтобы его спасти, это вот первое намерение. Ну, второе намерение, ну, хорошо, я с него деньги не содру, но мне газеты напечатают, елки-палки. Мне муж такая мысль срубит, ой, мне завтра газеты напечатают, а в Ютьюбе вообще кто-то сейчас снимает, я это выставлю там, да, и вообще лайки пойдут, и я на этом заработаю. Это совсем другое намерение. Одно и то же действие имеет совсем другое намерение. Да, и поэтому, и сейчас вот очень часто бывает, вот эти видеоблогеры, многие, да, они ради этого лайка, они любое мнение поменяют. Да, сегодня одно, завтра другое, да, лишь бы было больше лайков. Я не так, да, на Ютьюбе, да, на Ютьюбе. Я никакую рекламу не ставлю, я ничего, чтобы чистый был контент, чтобы людям... У тебя другое намерение, у тебя намерение помогать людям, у тебя намерение помогать людям. Я тоже зарабатываю, у меня есть платные, платные вебинары, например. А на что ты краски будешь покупать, а как иначе? Они очень доступные, они очень доступные. Я имею в виду в любом случае... Поэтому мне все говорят, чтобы ты мог краски покупать и рисовать сколько хочешь, и быть неограничен и так далее, они мне говорят, ты должен увеличить сумму вебинара и так далее, и у меня очень доступные. А мне другие говорят, слушайте, мы вас так любим, так уважаем, потому что вы пример, вы не только словами, но и делами подтверждаете, как в христианстве написано, не только словами, но и делами подтверждать. Свои намерения. Это очень сложный вопрос, мы коснулись, но суть заключается в том же... Я услышал, представляешь, это в порядке вещей считается, что некоторые равы за обучение брали и очень серьезные деньги. Равы, да, за обучение духовного. А как иначе? Надо семью кормить, надо... Там 8-10 детей бегает, а как иначе? Надо путешествия делать и так далее. Нет, это не должно возбраняться, но какое намерение, какое намерение? Намерение помогать другим и обеспечить всю свою инфраструктуру, чтобы она работала. Или намерение, как ты правильно говоришь, заработать, заработать, заработать. Или намерение... Вот у некоторых заработать, 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 и они забывают, зачем это нужно. Вот у него миллиард, у него миллиард есть, но у него какое вот представление? Вот если из этой пачки, допустим, условно говоря, миллиарда, убрать 100 рублей, уже пачка меньше стала. И это его пугает. Больно? Все попадает в неопределенность. Он недавно в Телеграме какое-то интересное сообщение проскочило, мне понравилась фотография одного индуса, который милостью не собирает в этом основном городе. Я уже забыл, как он называется. Мумбаи. Что он за полтора миллиона квартиру сейчас купил, за эту аренду, а все равно ходит и милостью не собирает. Понятно, понятно. Вот главное, чтобы не быть зацикленным на первенстве. Намерение. Когда направлено намерение, ты можешь миллиарды зарабатывать, но для чего? Вот, извиняюсь, Владимир Ильич Ленин, у него не было желания заработать деньги, но он большие деньги зарабатывал для того, чтобы совершить революцию. Намерение было не заработать деньги, а намерение совершить революцию. Ну и так далее. Поэтому мне и краски нужны, и продать картины нужно, чтобы я мог больше рисовать, выпустить больше книг. Кстати говоря, ты видел мою последнюю книгу? Я как раз покажу, может кто-то не видел. А здесь и участники нашей Школы Человек Будущего со своими приемами, со своими советами. Это новые приемы, как использовать энергию страха, переводить этот стресс, это напряжение, как в Айкидо, на решение неподъемных ранее задач. Вот то, что мы с тобой сейчас пытаемся сделать, в чем я не разбираюсь, это ты в этом разбираешься, но чтобы люди посмотрели и написали свои комменты, и может быть, может быть, в том, что ты говоришь, и в том, что я говорю, может быть, еще родится какая-то энергия в этой синергетике, которой мы занимаемся дружески, может быть, еще какая-то идея родится, еще какая-то крутая, и люди выйдут из этого тупикового положения, в котором сейчас весь мир находится. А в этой книжке, я тебе хочу сказать, есть вкладка, когда касаешься больной темы человека, он готов выговариваться, говорить, говорить бесконечно. И здесь есть вкладка с моими картинами, я хочу, чтобы все посмотрели, кто не видел, в этом картине, и советы, и приемы, по саморегуляции, новые, новейшие, и, конечно, секретные тоже есть, которые я скоро дам. О, ты не представляешь, что будет. И то, что мы сейчас с тобой делаем, это тоже один из моментов, чтобы все-таки многие люди, которые качаются, что первично, материальные ценности или духовные, все-таки задумались, что всегда надо быть человеком, чтобы сохранялись вечные общечеловеческие ценности. Это самое главное. Общечеловеческие ценности и связь между людьми, между людьми, которые, вот, по Фрейду сказал, которые порождают любовь. Конечно, ну, пусть зарабатывают, ради Бога, без денег, ничего не купишь, и жить не можешь, и детей надо кормить, и всех. Но надо быть не заточенным и не зацикленным. Надо быть шире. Надо понимать, что любимое дело очень человеку необходимо. И надо понимать, что новые мысли, новые идеи, сначала было слово, новые мысли, они тоже дорогого стоят. Потому что они бесценны, бесценны. А у нас очень много людей, которые новые мысли говорят, а их не слышат, потому что меня вмешают стереотипы, шаблоны. А для того, чтобы сказать новые мысли, иногда надо жизнь. Да, вызывает дискомфорт. Да, вызывает дискомфорт. Пожалуйста, сформулируй в итоге сейчас то, что ты хочешь, чтобы все посмотрели, еще послушали еще раз. В течение минуты сформулируй четко. Ну, как раньше формулировали, диктатура, пролетариация, да, вот так вот. Или коммунизм нас ждет, да, или, допустим, будь человеком, допустим. И мы это поставим в начале нашего ролика название. Да, знаешь это название, ой, я об этом не подумал. Ну, смотри, вот у нас, я надеюсь, под свое видео в Ютьюбе ты поставишь адрес arwood.ch, это наш сайт там, да, и у нас там есть слэш-манифест, на русском языке он тоже есть, манифест. Мы в двух словах, что мы совершаем, не хотим, а мы совершаем бухгалтерскую революцию, которая полностью изменит вообще весь экономический ландшафт всей мировой экономики, весь ландшафт мировой экономики. Замечательно. Сашка, я поэтому тебя люблю. А я тебя люблю. Я помню, что ты в школе, когда мы учились, белые рубашечки такой, с таким коротким рукавчиком, белый такой, белоснежные рубашечки. Я же помню, как ты ходил мне по двору школы. Наша школа была замечательная, да. Ты мой был авторитет, такой, очень сильный авторитет. Я тебя обнимаю. Давай, присылай свою ссылку, чтобы все посмотрели. Хорошо. А мы туда прикрепим в комменте. До встречи. Я тебя обнимаю. А еще единомышленников, единомышленников, кто этим будет заболеет. Стучите. Да. Спасибо. Да не за что. Тебе благодарен. Пусть увидят, что мы ищем выход из тупикового состояния, которое сложилось на земле. Вот эти противоречия. До встречи, Саша. До встречи. Спасибо огромное. Спасибо. Пока. Продолжение следует...